Привет, друзья! Меня зовут Оля Ермилова, и сегодня у нас с вами очередное мое видео, в котором мы поговорим с вами о том, как пережить кризис. Напоминаю, что я занимаюсь тем, что помогаю людям перезапускать свою жизнь, то есть в какой-то момент осознать, что что-то в жизни происходит совсем не так, как хотелось бы, понять, как бы хотелось, ну и, собственно, сделать это. Так вот, кризис является прекрасной точкой для нашего роста. И я хочу, чтобы в тот момент, когда в вашей жизни что-то пошло не по плану, а кризис это как раз то, когда что-то идет не по плану, когда что-то начинает меняться, когда мы перестаем себя чувствовать комфортно, а на удивление чувствуем мы себя комфортно не тогда, когда нам хорошо, а тогда, когда мы находимся в привычной нашей ситуации. То есть нам может быть привычно плохо, привычно тяжело с деньгами, привычно некомфортно с нашим партнером, но когда мы к чему-то привыкаем, помните, есть такое выражение, что привычка вторая натура. Мы к этому просто привыкаем, и это становится, ну вот, частью нас. Знаете, как некоторые люди там шутят, пьют чай с ложечкой, которая там втыкается в глаз, вот, и человек все время возмущается, что как же это неудобно, но продолжает так делать. Или когда у вас в ботинке, знаете ли, не по размеру. Вот вы купили обувь не по размеру, и вы все время думаете, господи, опять обувать эти ботинки, это же так неудобно, а вопрос всего лишь в том, что они вам не по размеру. Или джинсики, или знаете, все время думаете, например, не буду носить джинсы с такой посадкой, потому что они мне перерезают, значит, там, талию, мне тяжело дышать. Но если бы вы купили себе джинсы на размер больше, то вы бы увидели и узнали, оказывается, что гораздо комфортнее так находиться, и вопрос всего лишь в размере. Кстати, я вам открою секрет, что если вы из тех людей, которые постоянно переживают за свою фигуру, но при этом достаточно стройны, ну, если вот вы похожи на меня в этом, покупайте, перестаньте точнее покупать себе одежду минимального размера, и покупайте на размер больше. И в этом случае, даже если одежда будет на вас висеть, вам будет это нравиться, ну, так подвисать, а если одежда, если вы немножко поправитесь, то одежда будет сидеть на вас просто хорошо, и у вас не будет лишних каких-то расстроений. Ну, давайте вернемся все-таки к ситуации кризиса. Как я уже сказала, кризис – это когда мы выходим из привычной для себя среды, из привычных для себя состояний и перемещаемся в другую. Естественно, что кризис обычно наступает, то есть мы не сами создаем себе кризис, а кризис наступает, кризис – нечто непредвиденное, когда нас увольняют с работы, партнер внезапно говорит о том, что хочет прекратить с нами отношения, когда наш ребенок вырастает и приводит там ваш сын и девушку, говорит, мама, я ее люблю, у нас будут дети, я хочу с ней жить, все, это самая любимая женщина в моей жизни, и так далее. Кризисом, конечно, мы можем называть перемены с финансами, когда у вас стало меньше денег, это кризисная ситуация, когда вас уволили, когда рынок изменился, когда начался карантин, например, и многие люди были не готовы, это все называется кризисом. И для нас это всегда некий шок. И первая абсолютно нормальная реакция, нормальнейшая – это, конечно, испуг, страх. Что будет дальше? Потому что так мы, люди, с вами устроены, что страх, он нас на некоторое время превращает вообще в других людей. Каждый начинает вести себя очень по-разному. Кто-то превращается в неадекватную истеричку, кто-то превращается в замкнутого человека, который уходит в себя и не знает, что делать. Но так или иначе важно понимать, что страх – это естественная реакция нашего организма и нашей психики. В общем-то, мы так устроены. Так как же его пережить? Прежде всего, всю вот эту историю я рассказала вам для того, чтобы вы осознали, что не происходит ничего суперсверхъестественного. Вы не единственный человек, с которым происходят такие перемены. И уже это ощущение должно вам дать какое-то первое понимание того, что стоп, мир не перевернется, не разрушится, просто мне сейчас нужно найти себе новую, какую-то новую платформу, для того, чтобы я снова мог опереться. Потому что, по сути, что происходит в момент кризиса? У нас убираются привычные точки опора. Вот этот мужик, который с нами был, вот эти деньги, которые у нас были. То есть наши какие-то привычные точки убираются, и мы чувствуем себя как будто бы в состоянии невесомости. Поэтому первый момент – мы осознаем, что мы не единственные, с кем это происходит, и это бывает. То есть пошел на улицу дождь – это не что, господи, вода льется, сейчас нас зальет, теперь, наверное, мир уйдет под воду. Нет, вы знаете, что это дождь. Вот здесь то же самое, вы должны это понимать. Второй момент. Подумайте в момент кризиса о том, о какой бы вы хотели вообще видеть свою жизнь. Вот возьмите, и что бы ни происходило, возьмите просто ручку, лист бумаги, и попробуйте написать, особенно исходя из той сферы, в которой у вас происходит кризис. А как бы вы в идеале ее видели? Например, если вас уволили с работы, а где бы вы вообще хотели работать? Хотели бы вы работать? Чем бы вы хотели заниматься? Каким способом бы вы хотели, чтобы к вам приходили деньги? Возьмите и начните это исследовать, задавать себе эти вопросы. Вот поймите, что мир не сахарный, он не растает, не в контексте того, что он не сладкий, а в контексте того, что он не растает. И вы можете взять ручку и бумагу и начать писать. Почему классно писать? Потому что, когда мы начинаем делать этот процесс, мы в него включаемся, мы на нем больше концентрируемся, и мы способны больше сфокусироваться и затем увидеть результат. Не будет так, как с мыслью, которая появилась и внезапно исчезла. Поэтому напишите для себя в той кризисной точке, где вы, в сфере, где вы находитесь, как бы вы хотели, чтобы это все выглядело идеально. Вот если бы вы могли, например, вас уволили с работы, вы думаете, господи, как я теперь буду жить, ведь теперь мне не будут платить. И возьмите и напишите, а как бы вы хотели. А вы, например, говорите, я вообще считаю, что я не хочу работать. Например, я бы хотела, чтобы деньги приходили ко мне через моего партнера, например. Или я бы хотела вообще заниматься своим собственным делом. Значит, когда вы расписываете, важно вот это для себя расписать, и в этом поковыряться, третьим пунктом сделайте следующее. Возьмите и как бы окунитесь в эту точку кризиса. Окунитесь, это значит, прям зайдите вовнутрь вот этой ситуации и начните находить, что вам в этой сфере вообще не нравилось. Например, вас уволили, вы очень в шоке, у вас теперь не будет денег, первая волна. Вторая волна, вы разобрались с тем, как вы вообще бы хотели, чтобы это было, эта сфера работала в вашей жизни. И третья, вы начинаете смотреть, как там все есть. И вы говорите, ну работа там мне не нравилась, денег я получал на ней недостаточно, я не мог там развиваться, потому что мне это не нравилось, у меня не было для этого желания. И вот начните в себе это раскапывать. Раскапывать и смотреть, и находить, ваша задача обнаружить и осознать, что то, что разрушилось, по сути не имеет для вас фактической ценности, кроме той, что вы попросту привыкли к тому, что так было. И казалось вам это стабильностью, вы на многие вещи закрывали глаза, вы во многих ситуациях выступали жертвой, то есть вы говорили, да, мне не нравится, но у меня нет выбора, да, я не хочу так делать, но разве я могу что-то изменить? Вы были в позиции человека, который не способен ничего поменять. И вот вам пришел такой подарок, как кризис. В Китае китайский иероглиф, который обозначает кризис, он же обозначает и возможность. Одна картинка одного иероглифа и два противоположных значения. И я хочу, чтобы вы осознали, что кризис – это подарок. Подарок. Тот самый подарок, который является такой крутой бомбой, которая заставляет вас уже не ждать много лет и надеяться, что когда-то что-то произойдет, вы дорастете, когда-то вам встретится другой партнер, и тогда у вас будет смелость расстаться с этим, когда-то вы найдете какое-то другое место работы, а пока вы вынуждены заниматься этим – нет. Когда бабахануло, это шикарная возможность на вот этих развалинах, которые образовались, уйти из них и построить, наконец, совсем другой дом. Конечно же, я не скажу вам, что это очень простая и легкая работа. Не существует простой и легкой работы. Существует та, которая делает тебя сильнее, интереснее, лучше, а вместе с ней твою жизнь, и существует та работа, которая тебя угнетает. И я сейчас не столько про работу, за которую мы получаем деньги, а я про нашу внутреннюю работу, про наше воспитание самих себя, про наш внутренний рост, внешний рост, который в результате и приводит каждого из нас к той реальности, в которой он сейчас находится. И если эта тема вам интересна, обязательно смотрите мои видео, обязательно пишите, какие темы вам интересны. И, конечно же, приходите на мои мастер-классы, на мой рерайтер жизни и на другие мои программы, суть которых одна, помочь вам понять, что вы являетесь причиной всего, что с вами происходит. И что самое главное, точно так же, с таким же успехом, как вы можете в своей жизни превратить, мягко говоря, не в очень презентабельную картину, точно так же вы можете вывернуть, стать хозяином жизни и сделать такую жизнь, которая будет конфеткой как для вас, так и для всех вокруг, людей, которые будут хотеть равняться на вас. Помните, что если вы хотите помочь своим близким, если вы хотите, чтобы у ваших детей была другая жизнь, единственный способ это сделать, стать для них примером. Я надеюсь, что вам было интересно, поэтому я очень жду ваши комментарии. Пожалуйста, ставьте лайки, сердечки, чтобы как можно большее количество людей видело эти видео и улучшало свою жизнь.